Телевизор КВН с линзой, у которого наши бабушки собирали соседей по улице Советской. Школьная парта, за такими училось не одно послевоенное поколение. Модные журналы, которые до дыр зачитывали наши мамы. Катушечный магнитофон, на котором папа слушал Высоцкого. А фотоувеличитель такой, помните? Редкий мальчишка 70-х, 80-х не увлекался фотографией и фотопечатью. Теперь это все музейные экспонаты, которые у одних вызовут теплую ностальгию, у других, кто не застал этого в быту, искреннее удивление. В историко-краеведческом музее открылся новый раздел постоянной экспозиции, посвященный периоду с 1946 по 1986 годы. Создавая его, сотрудники музея придерживались той же концепции, что и в предыдущих довоенном и военном разделах. Проводили параллели между тем, что происходило в стране, и тем, что в Щелковском районе. Здесь немножко мы дали себе такой вольности, свободы, поставили больше предметного ряда. Но документов здесь не меньше. Просто такие яркие, точные выжимки из этих документов, которые хранятся в наших фондах. Много статистики. Мне кажется, как раз статистические данные дают правильное понятие, что происходило в то время, в разные годы. Экспозиция охватывает 40-летний период, вобравший в себя несколько политических эпох. Культ личности Сталина, хрущевская оттепель, брежневский застой, горбачевская перестройка. Авторам удалось их удачно соединить. Источниками информации являются предметы, текстовые стенды, интерактивные экраны. Просто экраны, которые встроены, выставочные конструкции, закачали огромное количество фотографий. Потому что мы поняли, что сегодняшнему поколению, например, молодежи больше нравится смотреть, читать. И нам показалось, что если фотография привлечет их внимание, затем они уже прочитают. На церемонии открытия экспозиции моноспектакль под названием «Время река» представил актер театра и кино Андрей Трубин. Через рассказ о событиях в стране, анекдоты и байки, песни Высоцкого, Акуджавы и Молодого Макаревича, стихи Евтушенко он художественно представил новый раздел музейного пространства. Какое бы время мы с вами ни жили, какой бы правитель не стоял у меня, человек всегда остается человеком. И историю делает никто или нет. Историю делает мы с вами. Один интерактивный экспонат сразу вызвал повышенный интерес у гостей. Настоящая телефонная кабинка для звонков по межгороду, какие стояли на переговорных пунктах. Сегодня, чтобы связаться с родными или друзьями в другом городе, достаточно вот такого гаджета, который есть практически у каждого. А раньше надо было прийти на переговорный пункт узла связи, зайти вот в такую кабинку и по 15 копеек за минуту позвонить в Омск или, скажем, в Ленинград. Эта кабинка здесь неспроста. Напротив музея находится еще одно историческое здание в стиле конструктивизм. В нем, в частности, и располагался узел связи с переговорным пунктом. Обратились в Ростелеком и нам из недр подвала выкопали этот телефонный узел в разобранном виде. Над ним мы работали практически месяц, приводили его в порядок наши художники музея, восстанавливали надписи на двери. Затем мы обратились в Ростелеком. Спасибо им большое за старым таксофоном. Помните, раньше телефоны в Щелкове были пятизначными и начинались с шестерки. Набираем любой такой и слышим в трубке, нет, не ответ абонента, а анекдот 60-70-х про Штирлица, про Брежнева. Очень они тогда были популярны. Интересно представлена в экспозиции история щелковских предприятий, фетровой фабрики, хабыка имени Калинина и других. Ее историю тоже в какой-то степени можно потрогать. Кстати, часть этой экспозиции раньше была представлена на первом этаже музея. Что-то показывали в выставочных проектах. Теперь вот новый формат, задуманный в сотрудничестве с архитектором Алексеем Воробьевым. Как получается, мне очень нравится, потому что, в принципе, по той концепции, которую мы вначале планировали, такой сценарий и продолжается. Это удивительно для меня, поскольку я даже стараюсь не мешать этому процессу. Все получается само собой разумеющимся и естественным. Это самое важное, на самом деле. Значит, изначальные планы были верны. Назвать экспозицию окончательной, наверное, нельзя. Жители продолжают приносить интересные экспонаты, могут появиться новые факты, уточнения. Одно можно сказать точно – равнодушными она не оставляет никого. Очень здорово, что каждый посетитель может посмотреть не просто время Советского Союза, но может посмотреть роль Щелкова, и как тогда жили жители, и как все это происходило. И вот это вот через призму Щелкова посмотреть на весь Советский Союз – это очень здорово. Это хорошая задумка. Я желаю, чтобы как можно больше людей посетили и ознакомились с данной экспозицией. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...